Добрый день, уважаемые студенты! Мы с вами рассматриваем историю письменности. И в рамках данного курса лекции мы говорим с вами об удивительном человеке, который оставляет после себя надписи. И надписи о шоке на самом деле оказывают огромное влияние на последующие поколения людей. В рамках сегодняшней лекции мы говорим с вами уже о таких памятниках письменности, которые в истории письменности называются «Столбы Ашоки». В индийской архитектуре столб или колонна называется словом «стамбха». В индуистской мифологии стамбха считается космической колонной, которая функционирует как связь, которая соединяет небо или сварга и землю, которая называется притхви. В буддизме дхарма означает «космический закон и порядок», так это выражено в учении Будды. Ашока используют выражением «дхарма стамбха», то есть «столпы дхармы», для того, чтобы описать вот эти удивительные памятники письменности, его собственные столбы с надписями, которые распространяют ряд нравственных законов. Столбы Ашоки, именно как корпус надписей, это серия монолитных колонн, они разбросаны по всему индийскому субконтиненту, они были возведены или, по крайней мере, отмечены указами третьего императора Маурьев Ашоки Великого, который правил с около 268 по 232 год до н.э. Помимо их огромного значения для понимания истории письменности, колонны Ашоки представляют собой важные памятники архитектуры Индии. Большинство из них имеют характерную маурьевскую полировку. Мы с вами уже говорили о том, что эта удивительная технология исчезает вместе с династией Маурьев. Из столбов, которые были воздвигнуты Ашокой, до сих пор сохранилось около 20, в том числе и те, на которых написаны его указы. Из общего количества всех колонн Ашоки, лишь немногие сохранились наверху, имея звериную капитель. И из этих полных столбов известно только семь полных экземпляров. Две колонны перемещают Феруз Шахту Глаг в Дели. Несколько колонн были перемещены позже правителями империи Великих Моголов, а капители животных были удалены. Это связано с тем, что ислам запрещает изображение животных и людей. В среднем колонны Ашоки имеют длину от 12 до 15 метров, вернее высоту, и каждая из них весит порядка 50 тонн. На сегодняшний день уже установлено, что все колонны Ашоки были изготовлены в месте, которое называется Чунар, это к югу от Варанаси. И затем их перевозят за сотни километров для установки туда, где они в итоге будут возведены. Единобразие стиля капителей колонн предполагает, что все они были созданы мастерами из одного региона. Все столбы Ашоки в итоге были установлены при буддийских монастырях, многих важных местах из жизни Будды и также в местах паломничества. На некоторых колоннах есть надписи, которые адресованы монахам и монахиням. Некоторые из колонн или столбов Ашоки были воздвигнуты в память о визитах Ашоки. Основные столбы присутствуют в индийских штатах Бихар, Уттар-Прадеш, Матхья-Прадеш и также в некоторых частях Харьяны. Все известные колонны Ашоки имеют характерную зеркальную полировку, хотя большинство из них не полировалось на поверхности нижней части, которая предназначалась для установки в землю и она потом скрывалась под землей. Надписи были сделаны поверх полированной поверхности, в результате чего полированный камень вокруг букв или графем был сколот. То есть получается, что для того, чтобы это все выглядело красиво, нужно было сначала нанести текст, а потом отполировать камень, и тогда был бы хороший результат. Но в случаях с колоннами Ашоки этого не происходит, и поэтому именно это позволяет предположить, что надписи на колоннах были сделаны после того, как основная вот эта часть уже была полностью завершена. В настоящее время, как я чуть раньше сказала, сохранилось 7 скульптур или капителей животных из колонна Ашоки. Вот эти вот каменные скульптуры образуют первую важную группу индийской каменной скульптуры, хотя считается, что эта традиция происходит от существующей традиции деревянных колонн, которые тоже были увенчаны медными скульптурами животных, но в силу недолговечности именно дерева ни одна из этих колонн не сохранилась. Пять столбов Ашоки, два находились в Рампурве, по одному находились в Вайшале, Лаурия Арарадж и Лаурия Нандангарх, и возможно, что вот эти пять столбов, это был курс древней царской дороги из Паталипутры в Непал. Получается, что несколько колонн были перемещены более поздними правителями империи Великих Моголов и капители животных были удалены. Неизвестно, сколько всего могло быть надписи Ашоки и сколько всего, в принципе, было самих столбов Ашоки, но некоторые надписи Ашоки находят даже в 21 веке. Одно из открытий было сделано в 2018 году. В двух отчетах китайских средневековых паломников записано наблюдение, и они описывают несколько колонн, которые теперь исчезли. Фасянь сообщает о шести колоннах, которые не удалось обнаружить, а Сюан Циань описывает 15, и из тех, которые идентифицируют с его надписями, не более пяти можно отождествить с уцелевшими колоннами. Все сохранившиеся колонны, которые, получается, перечислены с любыми венчающими скульптурами животных и надписанными на них указами следующие. Это столб Дели-Топра в крепости Ферос-Шах-Котла-Дели. Там написаны основные указы с 1 по 7. Он перемещен в 1356 году н.э. И столб Ракалан в районе Ямуна-Нагар штата Харьяна в Дели. И Ферос-Шах-Туглук тоже оставил свои, ну, скажем так, артефакты по поводу владения данным столбом. Он сейчас находится там. Дели-Мейрут, так называется, следующий столб Ашоки. Здесь размещены основные указы с 1 по 6. Он перемещен из Мейрута в Дели, Ферос-Шахом-Туглуком в 1356 году. Мы уже говорили с вами о столбе, который находится в Нигале-Сагар. И он называется иногда Ниглива, а еще иногда Нигалихава. Он находится недалеко от Лумбини, Непал. Он содержит один указ Ашоки. И это столб с отсутствующей капителью. Он возведен в 20-й год правления Ашоки. Столб Рупандехи недалеко от Лумбини. Мы тоже говорили с вами о нем в Непале. Он воздвигнут в 20-й год правления Ашоки во знаменовании паломничества Ашоки в данное место. Капители на вершине столба не хватает. И ряд ученых считает, что колонну венчал конь. Столб Аллахабада в Утар-Парадеше. Первоначально он располагался в Каусамбе. И, вероятно, был перенесен в Аллахабад ханом Джахангиром. Основные указы с 1 по 6 размещены на этом столбе. Указ о королеве и указ о Расколе. Столб в Рампурве, Чампаран, Бихар. Здесь содержатся две колонны. Это лев с основными указами с 1 по 6 и колонна с капителью быка без надписи. Вот этот абак или счеты, на которых установлено животное, капители с быком, украшены рисунками жимолости и пальметы. И это доказывает заимствованность из греческих архитектурных истоков. Столб Санчи находится недалеко от Бахупала в Матхья-Продэш. На нем сохранилась капитель с четырьмя львами. И на нем содержится уникальный указ о Расколе в Санхим. Мы уже с вами говорили неоднократно о том, что такое столб Санхим. Санхим находится недалеко от Варанаси в штате Утар-Продэш. Там содержится на капителе четыре льва. Есть надпись на столбе. И она также содержит указ о Расколе. Это самая знаменитая львиная капитель Ашоки, которая вплоть до сегодняшнего дня используется на гербе государства Индия. В лауре Нандандгарат в Чампаране-Бихаре колонна с одиночным львом и столбными диктами с первого по шестой. В лауре Арарат в Чампаране-Бихар указаны основные указы с первого по шестой. Колонна в Вайшале-Бихар с одиноким львом в капителе без надписи. И вот еще есть фрагмент. Он называется фрагмент столба Амаравати. Он довольно проблематичен в своем понимании. В нем сохранилось всего шесть строк на языке Брахми. И они с трудом поддаются расшифровке. Вы видите сейчас изображение этого фрагмента с надписью Амаравати на слайде. В надписи четко разбирается только слово Виджая в значении Победа. И это слово также использовал в своих указах Ашока. Есть также несколько известных фрагментов колонн Ашоки без восстановленных надписей Ашоки. Например, это колонн Ашоки в Бодггая, Каусамбе, Готихава, Прохлопаддур. Она сейчас находится в государственном санскритском колледже в Аранасе. Также есть фрагменты Фатихаби Бхопали, Садагарли Удайгири, Видиша Кушинагар Арам, Басти Бхикана Пахари, Буландибак в Паталипутре. Получается, есть также сломанный столб в Пахайроне, в Бенаресе. Он был разрушен до основания во время беспорядков в 1908 году. Вот эти китайские монахи, которые путешествовали в V и VII веках нашей эры, описывали столбы в Кушинагаре, в монастыре Джатавана, в Шаравасти, в Раджагрихе и Махасале. Но эти столбы, либо надписи, либо капители не восстановлены и не обнаружены вплоть до сегодняшнего дня. Надписи, которые входят в столбы Ашоки, вернее, которые содержатся на столбах Ашоки, это достаточно стандартный текст. Получается, что надписи на колоннах входят в корпус надписей, которые более многочисленны, и они были сделаны на естественных скалах. Все это вместе образует свод текстов, которые называют Эдикто Ашоки. Надписи Ашоки находят на территории современных республик и государств Бангладеш, Индия, Непал, Афганистан и Пакистан. И на самом деле Эдикто Ашоки – это еще и первые материальные свидетельства буддизма. Указы Ашоки подробно описывают политику Ашоки в отношении Дехармы. Это серьезная попытка решить некоторые проблемы, с которыми столкнулось сложное общество, к тому же пережившее и страшную войну. В этих надписях Ашока называет себя возлюбленным слугом, слугой богов Диванам Пиядаси. Надписи вращаются вокруг нескольких повторяющихся тем. Это обращение Ашоки в буддизм, это описание его усилий уже по распространению буддизма, по распространению его моральных и религиозных заповедей, а также его социальной программы и программы защиты животных. Указы Ашоки были основаны на его идеях об управлении и поведении людей по отношению друг к другу и религии. Александр Каннингем, это один из первых исследователей, кто изучил надписи на колоннах Ашоки, отмечает, что они написаны на восточном, среднем и западном прокритах, которые он в своих трудах называет пинджабским или северо-западным диалектом, уджени или средним диалектом и магадхи или восточным диалектом. Все надписи именно на колоннах Ашоки сделаны скриптом Брахми. На основе стилистического и технического анализа можно установить примерный хронологический порядок столбов Ашоки. Самым ранним из них, по-видимому, является столб Вайшали. У него толстая и короткая колонна, жесткий лев и неукрашенные квадратные счеты абак. Затем следует колонна со слоном Санкиса и быком Рампурва, которые также еще не были окончательно отполированы, как потом будет называться полировка Маурьев. И они используют для украшения абак эллинистического стиля из лотоса и пальмед. Затем на абаке появляется гусь в качестве декоративного символа животного. Это будет в Лаурье на Нандангарх. И потом появляется лев на столбе в Рампурва. Получается, что столбы в Санчи и в Сарнатхи – это кульминация. То есть это самые лучшие, самые красивые и самые потрясающие столбы из всего корпуса столбов. Их капитель украшается уже четырьмя животными, которые стоят спиной к спине вместо одного животного. У них появляются новые и очень сложные вот эти символические счеты на абаке. Я вам уже говорила, что это слон, бык, лев и лошадь, которые также включают в себя и еще изображения Дехармы. И это включается только в колонну с сарнатхскими львами. Есть также легенды, согласно которым, помимо вот того огромного значения, которое Ашока вообще имел как пример правителя империи, он также построил или финансировал 84 тысячи ступ или храмов, которые увековечивали события и реликвии из жизни Будды. Некоторые из ступ, которые были именно построены по решению Ашоки, содержали такую особую сеть стен, в которую входит ступица, спицы и обод колеса. Это колесо олицетворяет солнце, время и буддийский закон, колесо закона или Дхарма-чакра. Ашока также построил алмазный трон в Бодхгайе. Это именно то самое место, где Будда достиг просветления около 200 лет до того, как это сделает Ашока. Этот буддийский памятник Будде, алмазный трон, это толстая плита из полированного серого песчаника с маурьевской полировкой. Скульптурные украшения на алмазном троне тоже явно перекликаются с украшениями, которые будут найдены на столпах Ашоки. Алмазный трон имеет декоративную полосу из жимолости и гусей, которых также можно найти на нескольких столпах Ашоки, например, таких как столбы с капителю из Рамкурва или столбы с капителю из Санчи. Именно гуси, которые называются хамса, являются очень часто встречающимся символом на столпах Ашоки. И они олицетворяют верующих, которые стекаются в вот эту веру. Меры, которые принимает Ашока по распространению своих идей, естественно, с самого начала встретили сопротивлением. Один из его указов начинается словами «добродетельные дела совершать трудно». Но, несмотря на все последующие события и то, что империя Маурьев исчезла, как и тысячи других империй в песках времени, Ашока считается одним из величайших правителей индийской древности и первым индийским правителем, который внедрил в политику бесспорные этические соображения. Уважаемые студенты, при изучении данной лекции вы можете самостоятельно ответить на вопросы, каковы особенности колонн Ашоки, на каких языках были созданы надписи на колоннах Ашоки, и почему Ашока сам называет свои колонны Дхарма Стамбха. А сейчас спасибо за внимание.